Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы об оперативно-высканной деятельности. И обычно мы рассматриваем различные кейсы с точки зрения принципа состязательности. Демонстрируем типичное нарушение в стороне обвинения, как устранить, не допустить, в стороне защиты, как использовать. И сегодня мы беседуем вновь с Олегом Валерьевичем Двикуловым, который специализируется как адвокат по делам, в которых используются результаты оперативно-высканной деятельности. Здравствуйте! Итак, тема нашей сегодняшней беседы, почему некоторые, а точнее даже многие адвокаты, не обжалывают результаты оперативно-высканной деятельности и считают, что выявлять и указывать суду, например, на нарушение законной ошибки, которую допускают оперативные сотрудники, бесперспективно. Олег Валерьевич, есть такая проблема? Есть такая проблема, и эту проблему мы наблюдаем уже не первый год. Мне кажется, она более такая стала очевидной для нас, когда мы стали вести беседы об ОРД, и начитались комментарии. Некоторые мы здесь приведем, цитаты, для того, чтобы точно воспроизвести настроение, так скажем, адвокатов. Мы, конечно, точно не можем говорить о том, кто все-таки эти комментарии оставляет. Может быть, это и адвокаты, может быть, и оперативники. А может быть, сам обвиняемый. Может быть, сам обвиняемый. А может быть, просто интересующийся. Давайте, кстати, действительно прочитаем эти типичные наши возражения, Олег Валерьевич. Дело в том, что я предлагаю Олегу Валерьевичу прочитать выдержки из нашей статьи, которая на момент записи этого видео еще пока не опубликована. Но как только она будет опубликована, мы изменим. И в описании к этому видео вы увидите ссылки для возможности скачать эту статью. Так, Олег Валерьевич, что там пишут наши бедные, минорные, так сказать, критикующие представители? Во-первых, несколько есть причин, почему это мы проанализировали, так скажем, все комментарии, вопросы, это много, где даже я, общаясь просто с коллегами своими, я заметил, почему разные причины есть, почему адвокаты, так скажем, скептически настроены по перспективам добиться признания, доказательств, допустим, которые сформированы на основании, по результатам проведения оперативно-рискных мероприятий. Первая, одна из, скажем, наверное, основных причин заключается в том, что как следователи, так и прокурор, так и суд попросту игнорируют соответствующие доводы стороны защиты, не верят в том, что можно каким-то образом добиться, идя вот таким путем признания, допустим, доказательств. Знаменитая фраза «всё законное обоснование», «всё законное обоснование», без всяких комментариев. Ну, этот довод, он на самом деле, в общем-то, в каком-то смысле, может быть, и оправданный, и он, действительно, мы часто, мы адвокаты, часто сталкиваемся с тем, что пишем огромное ходатайство, там, на нескольких листах тщательно пытаемся проанализировать и доказать, что незаконно что-то там, допустим, оперативники сделали, провели УРМ, не получили санкции или ещё какие-то недостатки выявляем. Но на все эти такие, скажем, объёмные, на такую объёмную аргументацию, в конечном итоге, в приговоре, например, суда, в объединительном приговоре суда, видим две-три строчки, а в духе того, что всё законно и обосновано, и оснований признать недопустимым результаты УРД, нет. Конкретики никакой. Очень часто мы с этим сталкиваемся. Но это же не говорит о том, что мы неправы, да? Если бы мы были неправы в этой аргументации, то, скорее всего, суд всё-таки нашёл, чтобы чем ответить. Обычно так суд и старается поступать, когда речь идёт, допустим, о процессуальных нарушениях, или когда речь идёт об ошибках квалификации. Всё-таки какую-то мотивировку мы в приговорах суда видим. А в данном случае абсолютно никакой. Это вот повальная такая достаточная практика. Не повальная, а преимущественно, да. Ну, в общем-то часто мы, конечно, не делали анализ всей судебной практики. Что невозможно. Невозможно. Но конкретно, допустим, по тем делам, по которым я участвую, по тем судебным аппаратам, которые у нас в огромном количестве стекаются с разных уголков страны, мы всё-таки можем делать вывод, вот как суд воспринимает доводы, порой воспринимает доводы страны защиты, вот именно связанные с нарушением законов. И могли бы мы, Олег Олегович, мы с вами, могли бы вот этим адвокатам, которые считают бесперспективным принципы обжаловать результаты УРД, привести какие-то доводы и убедить их. Ведь адвокаты — это квалифицированные юристы, за спиной которых есть опыт и практика. Масса негативного опыта, да? Поэтому на простые слова, так сказать, и на уропатриотизме их, как говорится, не убедишь. Нет, конечно. Ну, мы постараемся убедить. И в том числе в этой статье, которая, надеемся, скоро выйдет, будет подробно указано как раз, почему всё-таки нужно выявлять, стараться выявлять эти нарушения в сфере УРД и каким образом обоспаловать свои доводы. Но для начала, чтобы не быть голословным, да, мы, может быть, приведём несколько цитат как раз из комментариев к нашему видео. Невозможно ваши мысли реализовать... Цитата из комментариев под одним из наших видео. Невозможно ваши мысли реализовать на практике. Факт. Попытаться — значит сделать всё правильно, но подставить под удар своего клиента. Результат очевиден. Система заточена на обвинительный приговор. Слушая ваши речи, улыбаются как прокуроры, так и адвокаты. Прокуроры хихикают адвокаты истерическим смехом от беспомощности. Конец цитата. Это достаточно такой показательный пример, ну, грубоватый. Но мы понимаем истоки, так скажем, такого мнения, да. И что мы можем сказать, почему всё-таки нужно стараться спаривать результаты УРД, если видите нарушение закона. Ну, во-первых, огромная есть положительная практика. Практика тех адвокатов, которые уделяют достаточно внимания этой сфере, которая пытается доказать именно нарушение. И существенность, и оправдательных приговоров, и прекращение дел, и как минимум возвращение дел. И много оправдательных приговоров, причём иногда даже там, где мы бы, наверное, скорее всего, может быть, даже сами посчитали, может быть, излишненько, скажем, такую реакцию суда на такие нарушения, которые не то что являются неочевидными, но, можно сказать, и спорными. В одном из наших видео, помните, Игорь Петрович, мы приводили в пример два судебных акта. Это с Севастополя, ещё с Белгородской, по-моему, области. Были оправдательные приговоры. Они устояли в апелляционной инстанции, в касационных инстанциях. С нарушениями, которых мы бы даже нарушениями не призвали бы, если бы писали бы заключение на эту тему. По этим делам суд признал нарушением то, что не было составлено акты приёма-передачи специальной техники и денежных средств. А, религиозная техника. Суд, исходя не с своего понимания смысла, скажем, соответствующих норм оперативно-розыскного закона, пришёл к выводу о том, что в этом случае нельзя проверить, так скажем, достоверность полученных результатов. Там очень сложная, так скажем, мотивировка, сложно её пересказать, и просто даже не совсем понятно. Но помимо, да, оправдательных приговоров, замечательным результатов, вот мне кажется, сейчас, Олег Валерьевич, мы говорим не только адвокатам, но ещё и их доверителям. Помимо, собственно, оправдательных приговоров, которых действительно очень мало в целом по России, прекрасным результатом работа адвоката с нарушениями закона в сфере ОРД является, во-первых, возвращение дела для порядка ст. 237 УПК. Раз. Прекращение дела на следствии. Два. Прекращение и возвращение, в том числе и по основаниям, не связанным с ОРД, когда суд просто ссылается на другие нарушения, благо они всегда обычно есть, да? Потому что если есть ОРД нарушения, то часто в деле есть и процессуальные нарушения. Суду легче сослаться на процессуальные нарушения, имея в виду всё-таки нарушения законодательства ОБРД, да? Ну и, наконец, компромиссы. Я бы компромисс, наверное, на первое место поставил. Да. Потому что, ну, действительно, чем больше ты заявляешь о тех нарушениях, тем больше ты создаёшь сомнения у суда, прежде всего, и у государственного обвинителя в отношении, так скажем, перспектив дальнейшего рассмотрения вот этого дела. В апелляции. В апелляции, кассации. Никто не хочет рисковать. Все это понимают. И поэтому это очень хорошая почва для того, чтобы достигнуть какого-то компромисса, связанного с назначением, так скажем, удобоваримого наказания. Ниже нижнего предела. Максимально мягкое наказание. Не связанное. Изменение квалификации. Изменение квалификации. Да. В общем, это исключение эпизода преступной деятельности из общего количества. Хороший вариант развития событий. Ну и ещё, ну, мне бы хотелось здесь привести такой довод коллеге, который, конечно, может кому-то показаться неэтичным. На протяжении почти 20 лет я провожу занятия по теме ошибки и нарушения закона в сфере оперативно-основой деятельности. Большая часть занятий адресуется, проводится среди оперативных сотрудников и следователей, прокурорам, и множество занятий проведено для судов, для судеб. Но и какая-то часть занятий, по крайней мере, не менее чем в 12 субъектах Российской Федерации, я проводил занятия в адвокатских палатах субъектов. И в крупных адвокатских образованиях, соответственно. И я обратил внимание на такую закономерность. У меня есть такой дидактический прием. В любой аудитории, где сидит больше 20-30 адвокатов, обязательно найдётся один-два человека, которые встанут и скажут, «Петрович, всё это ерунда, это не работает в судах». И у меня есть такой, повторюсь, уже преподавательский прием. Я знакомлюсь с этими адвокатами и ещё с несколькими. И вот этих адвокатов, назовём их возражающие адвокаты, я прошу, пожалуйста, отправьте мне свои лучшие, свои жалобы и ходатайства, где вы указываете на нарушения, связанные с оперативно-розыскным законодательством. И вот, когда они мне отправляют, я смеюсь и удивляюсь. Дело в том, что те, кто больше всего говорит о бесперспективности выявления вот этих нарушений, это, как правило, адвокаты, которые хуже всех пишут те самые жалобы и ходатайства. Доводы необоснованы, нет ссылок на судебную практику, не отмечены существенные нарушения, оцепляется адвокат за какие-то несущественные нарушения и так далее. А вот те адвокаты, которые на занятиях больше всего меня расспрашивают, пишут мне отдельные вопросы, уточняют, просят дополнительную практику, когда я у них прошу вот их жалобы и ходатайства, то есть не возражающие адвокаты, вот у них, а их большинство, у них ходатайства и жалобы намного лучше. Да, мы, кстати, по качеству, да, по количеству, уменьшая на комментарии некоторых скептиков, явно исчезла адвокат, судя по всему, мы предлагали, даже в комментариях это где-то есть, к нашим видео, предлагали пару раз, может быть, больше этим критикам направить... Направить свои ходатайства, свои какие-то судебные акты, в которых отвели, допустим, их доводы. И после этого почему-то комментаторы... Замолкнули, исчезают, скажем. Итак, уважаемые доверители, имейте в виду, конечно, есть в любой профессии, есть люди, во-первых, нигилисты возражающие, а во-вторых, в любой профессии есть непрофессионалы. Есть большое количество непрофессионалов среди следователей, среди оперативных сотрудников. И они есть среди адвокатов. И заметьте, как выгодно адвокату-непрофессионалу, который не умеет выявлять существенные нарушения, как ему выгодно просто-напросто сказать своему доверителю, что это бесполезно. Не надо развиваться, не надо повышать свою квалификацию, не надо запрашивать заключения, консультации специалистов. Все равно же ничего неэффективно, да? Все равно ничего не сработает. Так ведь Олег Олегович получает? Есть такая проблема. Заметьте, Олег Олегович адвокат. Значит, он подчиняется федеральному закону об адвокатской деятельности адвокатуре, кодексу профессионалитики и при прочих равных условиях не вправе критиковать представителей своего профессионального сообщества. А вот, тем не менее, мы написали статью. Итак, коллеги, как только статья выйдет, мы изменим это видео и укажем ссылку для скачивания. Посмотрите, пожалуйста, посмотрите эту статью, сделайте нам замечание, пожалуйста, поспорьте с нами, раскритикуйте. Мы привыкшие, да. Вы только поможете нам улучшать наши беседы в оперативной расходной деятельности. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова